Всем привет! Меня зовут Лина Дианова, я клинический психолог и гештальт-терапевт. Во-первых, хочу порадоваться за нашу, уже нашу, рубрику «Псиндер», которая вам так понравилась. Спасибо большое за такое количество реакций и комментариев на нее. Теперь вы будете сидеть в Тиндере более осознанно, потому что мы оставляем эту рубрику как постоянную. Во-вторых, хочу похвастаться. На этой неделе я приняла участие в моем первом крупном интервью. Вы точно знаете этого интервьюера, я неоднократно делала разборы именно с этого канала. Пока не буду раскрывать, кто это, но уже в марте вы все это увидите. Ура! Ну а пока я обратила внимание на одно интервью, которое я пропустила, честно говоря, из-за новогодних праздников. И сейчас я посмотрела и увидела, что там очень много интересного. Давайте все вместе посмотрим на Диму Билана. Так, я абсолютно-абсолютно упакованный человек. У меня есть все в принципе абсолютно. То есть весь спектр эмоций я испытываю. Интервью начинается с того, что Дима говорит, как у него в жизни все хорошо, какой он упакованный. Кстати, в это я как раз верю. И что он испытывает весь спектр чувств. Конечно же, он имел в виду счастье. Но давайте посмотрим этот отрывок подробнее. То есть весь спектр эмоций я испытываю точно. Дима говорит, что испытывает весь спектр эмоций, уже немножко машет головой «нет». И потом говорит «точно» и делает вот так. Но для нас с вами это просто подарок, чтобы человек себя так явно выдавал. Сейчас я покажу вам момент явной неправды. Я не могу остановиться, когда выпиваю. На самом деле, правда, абсолютно, абсолютно точно. Я в лицо, я в глаза знаю своего врага, понимаешь. Я не берусь что-то утверждать. И это только мои фантазии. Но история с алкоголизмом Димы мне кажется постановой. Если мы посмотрим на ролик, который был снят на свадьбе, то мне кажется, там он находится скорее под воздействием наркотических средств. Есть конкретные признаки этого. Невероятно. Правда. Правда. А что нет? Что странно? А что я не знал? Смотрите, у него замедленные, но довольно координированные движения. А при алкогольном опьянении, как многие из нас знают, человек становится, наоборот, такой текучий, ему трудно удерживать позу. Посмотрите на это видео. Поведение Димы довольно похоже на приход. Что странно? А что я не знал? Послушайте, у него явно замедленная речь. Удержание статичной позы. Видите, да, он берет наушник и просто зависает в этом положении. Давайте представим пьяного человека. Например, когда пьяный человек возвращается домой и тоже пытается статично что-то удержать, например, ключ, у него получается это сделать только с нескольких попыток. А тут мы видим, да, он пытается вставить наушник, но он вставляет и замирает, да, он так находится вот в этом состоянии. Ну и тут снова мы видим зависание. Я не ставлю никаких диагнозов, ничего не утверждаю, но как клинический психолог я вижу некоторую симптоматику и делаю свои предположения. Вы можете со мной соглашаться или нет? Да, я выпиваю, но мое лицо говорит о том, что я выпиваю немного. Я, к сожалению, имею такую проблему, признаюсь тебе. Смотрите, как он бодро говорит о своей проблеме. Видно, что человек готовился. И да, может быть, у него действительно есть некоторые сложности с алкоголем, но на мой взгляд, именно сейчас он вставляет эту тему только для того, чтобы увести наше внимание от более серьезных проблем. Давайте вспомним, что вообще-то в обществе тема наркомании не поощряется. Это социально осуждаемая история, в отличие от бытового алкоголизма. Когда мы говорим про бокальчик вина вечером, да, один, второй. Видите, даже я начинаю улыбаться, что это знакомо практически каждому человеку. И мне кажется, сейчас Дима играет как раз на этой истории. Он сказал в интервью, что у него проблемы с алкоголем. Ты когда-нибудь замечала это? Ну, бывает, бывает. Смотрите, как интересно. Сестра тоже не подтверждает проблем с алкоголем. Она скорее выглядит растерянной в этом кусочке видео. И, конечно, это может быть от того, что она действительно не знает, они не очень близко общаются. А с другой стороны, может быть, это от того, что она не замечала у Димы проблем с алкоголем. Иногда человек напивается. А вот тут я уже верю, что это видео записано под влиянием алкоголя. Неужели с вами такого не было? Смотрите, какой он становится сентиментальный. Но это говорит только о расторможенности психических процессов. Я не поверю никогда, если вы скажете, что нет. Слышите, немножко вот язык заплетается. А теперь давайте вспомним выражение лица Димы и его поведение на свадьбе. Но я могу сказать, что я не часто напиваюсь, честно скажу. Ну, может быть, раз в два месяца. Вот. Вот этот момент, когда Дима говорит, я не часто напиваюсь где-то раз в два месяца, и мы смотрим по языку тела, да, он пожимает плечами, он смотрит вправо вверх. Это означает, что в этот момент он вспоминает действительно, как часто он напивается. Дима, тогда о какой проблеме речь? Если речь идет о бытовом алкоголизме, когда мы выпиваем бокальчик или два там в день, или ждем пятницу, чтобы выпить, то люди обычно это не обозначают как проблему. В конце разбора я расскажу вам признаки, по которым станет понятно, стоит вам уже обращаться к специалисту, или все в порядке, и можно продолжить ждать пятницы. Пошел к врачу, я посоветовался, я спросил, а что такое? Он говорит, ну, забываете, если вы, например, там, напились? Мне точно не хочется быть человеком, который любой жест интерпретирует как ложь. Но смотрите сами. Вот Дима поднимает глаза вправо вверх, как будто он что-то вспоминает. Но на то я и психолог, чтобы понимать, что один и тот же жест может обозначать разное. Дима смотрит вправо вверх. Это обычно означает воспоминание. Но это точно так же может значить придумывание в моменте. А потом смотрите, что происходит дальше. Мы видим усеченный жест, когда человек прикрывает рот рукой. Напомню, что в детстве, когда люди врут, они делают вот так. Ребенку в этот момент еще сложно себя контролировать. А у взрослых остается только усеченная версия этого жеста. Вот такая, такая, такая. Ну, вы поняли, я думаю. Вот такая, например. И здесь, по моему мнению, это очевидная ложь. В этот момент я устал. Реально. У меня просто очень много концертов. А вот как раз в то, что он устал, я верю. Он поехал на свадьбу, но поехал в измотанном состоянии. И там он уже не выдержал, что-то принял, облажался, а потом еще в довершении и напился. Это мы и видим в его сторис. Если бы я была продюсером Димы Билана и увидела, что он находится в состоянии наркотического опьянения, я бы ему посоветовала еще и напиться. Да, потому что люди увидят его выход в сторис в очевидно пьяном состоянии. И немножечко это тогда подсотрет его состояние на свадьбе. В своих комментариях вы неоднократно отмечали обстановку, в которой я делаю для вас свои разборы. Мягкое кресло, журнальный столик, чашка чая, торшер. Все это позволяет мне чувствовать себя максимально уютно и по-домашнему. Я, если честно, всегда мечтала работать в домашних условиях. И у вас тоже есть возможность выбрать для рабочего процесса любой комфортный для вас уголок в этом мире. Какая же профессия может позволить такой роскошный выбор? Да, например, интернет-маркетолог. Это тот самый человек, который занимается продвижением бренда компаний в социальных сетях. Даже моему скромному пока YouTube-каналу не помешала бы рука квалифицированного интернет-маркетолога. Другое дело, что такому специалисту сегодня и платят неслабо. На данный момент виден огромный спрос на интернет-маркетологов. Поэтому на рынке труда невероятное количество вакансий и средняя зарплата около 100 тысяч рублей. Впечатляет. Поэтому я хочу вам порекомендовать курс интернет-маркетолог от онлайн-школы Skill Factory. И совсем не важно, какими навыками вы обладаете сейчас, не важно, какое у вас образование, кем вы работаете, курс подойдет для новичков, а также этот курс нужен для владельцев бизнеса, которые хотят развивать свой проект с помощью интернет-маркетинга. Вы научитесь работать с аудиторией социальных сетей, настраивать аналитику, таргетированную рекламу и многое другое. А еще вас ожидает практика с экспертами рынка, симулятор для отработки навыков, три кейса в портфолио, а также помощь в трудоустройстве. Самый важный момент – обратите внимание на отзывы студентов и рейтинги школы, что доказывает – обучение в Skill Factory проходит на высоком уровне. В описании к этому видео вы найдете ссылку. Переходите по ней, используйте промокод ЛИНА, и вы получите скидку 45% на курс «Интернет-маркетолог». Ну а пока вы обучаетесь, я обязательно еще подраскручусь, и тогда, глядишь, сможем посотрудничать в области интернет-маркетинга именно с вами. Так что давайте вместе двигаться дальше. Мне показалось, что Дима внутри очень одинок. Дом – это как бы такая вот вещь, которую показывать не стоит никому. То есть семью, близких, любовь. Вот он говорит, что семью, близких, любовь никому не надо показывать. Большое количество. Аня училась в Америке. Вот. Еще уехала. В каком-то году уехала? В 2013-м. В 2013-м. А чем вы занимались до того, как петь решили? Мы уже с вами получили. А где? В Лос-Анджелесе фимус-клубе. А тут мы видим, что с его практически самым близким человеком, с сестрой, он не близок по-настоящему. Это такая иллюзия или формальность. Да, у него есть сестра, но глубокой близости между ними нет. Если бы они были действительно близки, ну, даже если бы общались как друзья, то для него явно не было бы секретом, где она училась. Но посмотрите, вот этот момент, он абсолютно естественно спрашивает, а где? Он же говорит, что он иногда, когда выпивает, он звонит друзьям. Нет, 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 мне не звонит. Никогда. Вот это тоже подтверждение моих слов об одиночестве. Несмотря на то, что сестра, казалось бы, один из самых безопасных людей для откровений, он ей выбирает не звонить. Он, с одной стороны, нуждается в общении, он выходит в прямой эфир к подписчикам, он кому-то звонит, когда выпивает. Прямо один коньяк чай? Почему один? По WhatsApp, по скиллу? Да, вполне, конечно. А с другой стороны, как будто есть что-то, какая-то боль, о которой он не может рассказать. Этим и объясняется, что с самыми близкими людьми он довольно закрыт. Из-за того, что много работает, он много времени проводит один. Помните, я говорила про одиночество? Вот в этом кусочке сестра подтверждает мои догадки. Причем, одиночество не означает, что у него нет людей, которые готовы его выслушать. Или нет возможности, например, обратиться к психологу или еще кому-то рассказать о своих проблемах. Одиночество – это внутреннее ощущение, которое человек создает себе сам, когда выбирает не идти к другим людям и не открываться. Если вы чувствуете себя одиноким, то совет от психолога. Попробуйте заметить, как вы устраиваете свою жизнь так, чтобы оставаться одиноким. И, возможно, какие вторичные выгоды вы получаете от этого состояния. Ну, было бы такое, чтобы он звонил, говорит, приезжай мне. А вот тут такой тонкий очень момент. Он сильный человек? Ну, достаточно, да. Сестра не считает его сильным человеком. Посмотрите, когда Ксения задает вопрос, она сначала делает «мммм», потом опускает голову, опускает глаза. То есть понятно, что она берет время подумать, как ей ответить правильно, чтобы Диму не подставить. Ставьте себя на ее месте. Когда вас спрашивают какую-то характеристику вашего близкого человека, и вы в этом уверены, ну, конечно, вы будете отвечать сразу, тут паузы не нужны. Она ведет себя совсем иначе. Помните, в разборе Блиновской я вам показывала, что она делала точно так же, когда хотела подумать. Это опускание головы, она уводила глаза и делала небольшую паузу. Ну, Блиновская иногда и большую делала. Кто по характеру всегда вот с детства был сильнее? Ты или он? Всегда же родители говорят, вот это у меня духовитый, а этот такой ранимый, хрупкий. Вот про кого так в семье у вас говорили? Я сильный характером, но... И вот на контрасте. Когда Ксения спрашивает, кто сильный характером, и немножечко это вуалирует, то вот тут сестра выдает естественную реакцию. Она улыбается, кивает и говорит, я сильная характером. Потом она понимает, что кажется, она сейчас сама себе противоречит и добавляет, но... Но, как мы знаем, все, что после слова но полная. И да, мне кажется, это очевидно, что из них двоих Дима более чувствительный и уязвимый. Это неплохо, это просто такая его характеристика. Следующим, что раскроет образ Димы Билана, будет его эгоцентризм. Давайте посмотрим. Это на моих глазах все, знаешь, от того, что просто шампанское вечером. Сначала шампанское, потом вино, а потом тяжелые напитки. И все. Любую тему Дима переводит на себя. Ему хочется быть главным героем разговора. Ксения начала рассказывать про подругу, но Дима тут же ее прервал. Хотя вообще-то в этой ситуации ему должно быть выгодно, чтобы внимание от его щепетильной темы перешло к другому человеку. Муж оставлял ее со мной. Говорил, слушай, вот три дня последи, я сейчас на работу уезжаю. У меня такого специального человека нет. Вот, видите, все то же самое. Пила, я остаюсь с ней. До закрытия всех залов я успел опять прокатиться в туре. У меня был бронхит, я все равно выходил на сцену. А дальше, конечно, у меня прям мозг свернулся. Ты выходишь из поезда, тебя встречают, ты должен всегда быть вот так. И потом эти два года пандемии. Я позволил себе быть слабым в какой-то момент, потому что даже та самая победа в 2008-м на евро, она мне дала такую свободу быть собой. Вот он рассказывает о том, что его жизнь очень тяжелая, что до пандемии он был вынужден ходить по струнке. И я, как слушатель, предполагаю, что это чем-то дальше закончится, будет какой-то логический вывод, но что происходит? Внезапно, как просто его переключило, он начинает говорить про 2008-й год и свою поездку на Евровидение. С точки зрения психологии такая разорванность мышления говорит о том, что он в какой-то момент понял, что он сейчас скажет лишнее, и ему нужно было переключиться хоть на что. Попалось ему в голове это Евровидение, думает, дай-ка про Евровидение скажу. Тем более, дальше он начинает говорить про свободу. Вот я прямо сейчас рассуждаю, смотрите, сначала он говорит про несвободу, про то, как он вынужден был ходить по струнке, он понял, что он, кажется, выглядит сейчас очень несчастным, несвободным человеком и тут же переключается в абсолютно противоположную тему, чтобы создать правильное впечатление. Ну, это снова ложь, конечно. У меня два раза было, что я стою на сцене, переработка уже какая-то пошла, там, концерт десятый, и ты стоишь и думаешь, господи, а что здесь делаю? То есть я перестал в какой-то момент верить сам себе. Сейчас будет довольно серьезная тема, попробуйте к ней прислушаться. Это происходит со многими людьми, но объясню на примере Димы. Вот он говорит, что в какой-то момент заметил, что что-то идет не так. Он как будто перестал себя узнавать. И, возможно, это и был момент правды и честности с самим собой. Но потом он этого пугается и предпочитает в эту сторону не смотреть. Но во что это выливается, мы можем видеть прямо сейчас. На примере этих мыслей очень легко объяснить, почему немногие люди идут к психологу. когда мы как бы не смотрим на проблему, ну, как бы знаем, что она есть, но не отдаем себе в этом конкретного отчета, пытаемся ее не видеть, то мы можем продолжать жить по накатанной, даже если живем хреново. Но когда человек видит проблему, признается себе в ней и начинает как-то к этому относиться, то уже нет возможности жить так, как жил. Для Димы это означает перестройка всего. Этого он и боится. Когда там популярный человек где-то оступается, что-то делает не так, все его сразу херачат. Ксения рассказывает по поводу своих переживаний о видео Димы, когда он вышел в сторис. И Дима делает такую интересную штуку. Он делает жест руками, и это может означать две вещи. С одной стороны, это может быть перетягивание одеяла снова на себя, мол, я здесь, я главный герой разговора. С другой стороны, этот же жест может означать попытку снизить важность и значимость того, что говорит Ксения. Я думаю, если вы понаблюдаете, то заметите, чем важнее для человека разговор, тем больше он шутит. Где-то оступается, что ли? Вот именно здесь у него появляется много речевых маркеров. Какая теория? Интересно. Да, так. А почему? Интересно. Все это не что иное, как перехват инициативы и возвращение внимания на себя. Как раз тот самый эгоцентризм, о котором я говорила. У меня только два секрета есть. Ну, один там, типа... Зачем ты вообще говоришь, у меня есть эти два секрета? Один секрет? Зачем? А гадайте. Мне кажется, эти два секрета и есть причина одиночества Димы Билана. Прежде всего, внутреннего одиночества. У него есть некая тайна, которую он не может рассказать даже самым близким. Но наличие этой тайны постоянно его гнетет. Смотрите, как это работает. Представьте, что у вас есть вещь, которая вас беспокоит, но которой вы не можете ни с кем поделиться. Возникает внутреннее напряжение. Оно нарастает и нарастает с каждым днем, потому что оно никуда не может быть слито. Вы не можете рассказать об этом ни одному человеку. Постепенно возросшее напряжение вытесняет все другие мысли. Теперь вы не можете думать уже ни о чем другом. И как итог, возросшее напряжение вытесняет все другие мысли и чувства. Но поделиться вы этим ни с кем не можете. Вы замыкаетесь в себе и ищите способ, как снять это напряжение, но без других людей. Кто-то уходит в религию, кто-то в медитации, а кто-то в алкоголе наркотики. Зачем ты вообще упоминаешь про эти два секунда? Откуда я знаю? Я был пьяный. Кстати, вот абсолютно искренняя реакция. Помощница моя, которая пришла исключительно ко мне, и начала их удалять. Я такой звоню, говорю, не смей оставить, оставить. Вот в подтверждении моих слов, что ему важно хоть кому-то об этом рассказать, он действительно не хотел, чтобы видео удаляли. Это хоть какая-то попытка быть искренним со своей так плохо внутри, что даже вот эта полупопытка с кем-то поговорить, с кем-то быть настоящим, и то ему цена. Может, поэтому все так? Дима не может слезть с иглы людского внимания, и поэтому сам себя закапывает. Вот в месте, где уже нужно было бы сказать стоп, он никак не может остановиться, он от этого зависим. Ты хочешь сказать, это его желание? Он сам, я знаю просто это и все. Всего никто не... А вот тут просто короткий интересный факт. На теме с Градским Дима говорит правду и раскрепощается. Вот видите, в этот момент его руки и ноги выходят из замков и тело расслаблено. Тем более Градский. Представьте, Градский глыба. Зачем ты участвовал в концерте Юркеса? То есть вот просто тебе скажу, ты получил свою награду, по-моему, ты стал народным каким-то артистом. ну Ксюша, ты так на поверхности лежишь. Зачем? Посмотрите на это выражение лица. Оно как бы говорит, ну зачем ты у меня это спрашиваешь? Ведь и так понятно, что я участвовал в этом, потому что мне заплатили бабла. Сейчас мы посмотрим, как Дима мастерски уходит от ответа. У него хорошие вокальные данные? У него есть вокальные данные? Нет, есть. Ты сейчас подожди еще раз. Ты профессионал. Ты можешь сказать, что у него есть? как меня шпуняли. У Юркиса плохие вокальные данные. Помню. Ну на твой взгляд как профессионал. Смотри, вот мощные вокальные данные. Вот это абсолютно то же самое, он снова не отвечает. Где мы проведем знак равенства, где этот переход? эксперт. Кто музыкант? Я не понимаю. Еще раз. Юркис Я не закончил, прости. Меня кидали пачки сигарет. Вот тут не отвечает на вопрос, хочет дорассказать красивую легенду. Красивая легенда нужна, чтобы выглядеть хорошим. Как бы Дима не старался уйти от образа хорошего мальчика, пока этот мальчик будет жить в нем, ничего не получится. Да, и вы тоже можете каждый умом понимать, что быть хорошим мальчиком или хорошей девочкой это не самая приятная часть жизни. Но пока вы это в себе не проработаете, вы раз за разом будете в это скатываться и пытаться заслужить одобрение и любовь других. Ты получил звание заслуженный артист в 37 лет. И вот видите, как он снова напрягся и изменил положение тела на то, которое было в начале. Снова мы видим два замка. В 37 лет. пройдя от Нальчика вот тут мы видим легкую полуулыбку. Билан тоже ржет над тем, что мальчику в 23 года дали орден непонятно за что, но он не может об этом сказать. Ты разбираешься в вокале? Как вокальный... О, вот снова тот жест мощными вокальными данными. Мощными вокальными данными он не обладает. Помните, я до этого показывала жест необходимой Диме, чтобы снизить остроту разговора. Вот снова проявление того же самого. Я сделала для вас целую подборку хорошего мальчика Димы Билана. Наслаждайтесь. Все равно тебя найду, например. Такие песни у меня были. Ну вот, авторы, не обижайтесь. Про историю карнавал и долиной. По книгу, что ты посередине и мне ставь. Вот либо так, либо ну не знаю это, ну как бы сложно сказать. С одной стороны, думаю, что можно было, конечно, полегче с молодежью. С неблагополучной, давай честно, там, с точки зрения Диме. Абсолютно. Семьи. Не понимать, что... Диме очень важно остаться хорошим для других. Одна его часть бунтует и говорит, выйди пьяным в сторис, хватит играть хорошего мальчика, живи, как ты хочешь. А другая часть говорит, молчи, никому не рассказывай, это твои секреты, ты не можешь рассказать никому про Юркиса, ты должен выглядеть хорошим для всех. Такой внутренний конфликт часто приводит к очень неприятным последствиям. Ну, я тогда голосовал прям четко от души, а сейчас... А вот это был смешной момент. Мне так хочется, чтобы... Ну, не знаю... мне хочется свою страну поддерживать очень... Дима говорит про то, как он голосовал на выборах. Тогда я голосовал от души, а сейчас... Ну, как бы, а сейчас мы понимаем, как... И он понимает, что он сейчас обосрется на камеру, и он делает долгую паузу, реально долгую. Она нужна ему для того, чтобы понять, как выпутаться. И дальше он начинает нести какую-то фигню о родине, о том, что ему хочется поддерживать свою страну, и как будто это шаблонный текст, который не имеет отношения к тому, что он по-настоящему думает. Заметили? Это снова это желание быть хорошим и угодным. Почему так все... А дальше идет чисто проективная штука. Постоянные зрители моего канала уже знают, что такое проекция. Кто делал? Хаем постоянно как-то вот... Кто хает? Так он говорит, мы хаем страну. На самом деле он говорит, я хаю свою страну, я ругаю правительство, но я не могу об этом сказать. И поэтому я не хочу говорить о политике. ведь я хороший мальчик. Корейка, да? Да, корейка, да. Да. Но тебя не смущало, что она трансгендер? Так нет. Кстати, вот на полном серьезе я хочу задать вам один вопрос. Как вы думаете, как Дима Билан хотел продолжить фразу? Ксения спрашивает, а тебя не смущает, что она трансгендер? И Дима отвечает, так нет. Что он хотел сказать? Сестра, наверное, да? Нет, нет. А кто здесь? Здесь никто не живет дома особо. Вот еще прикольное наблюдение. Дима вообще не собирался показывать эту спальню. При этом мы видим, с каким удовольствием. Он показывает даже пустые комнаты, даже гардеробную, с удовольствием рассказывает о картинах. Но вот эту комнату он как-то решил обойти стороной. И когда Ксения включает свет, в свойственной ей манере заходит в комнату, мы видим неубранную кровать, ну, очевидно, она расправлена, там кто-то спал, то вот эта спальня, она никому не принадлежит, и никто там не живет. Ну, опять же, может и не живет, но явно ночует. Но работают же с ним ребята с нормальной ориентацией. Однако через несколько дней работы с Юрием Денис прибежал ко мне обратно. Нет, я так не могу. Вот что ты думаешь по поводу этого рассказа? Хороший художественный сказ. Вот тут я верю Диме. Вспоминаем, когда тема сложная, и он хочет от нее уйти, он сразу начинает вставлять слова. Ага, угу, интересно. Здесь он молчит. Да, его тело напряжено, но он в целом на этом интервью не расслаблен. Поэтому мне кажется, что он говорит правду. Денис прибежал ко мне обратно. Но в целом, конечно, что-то не так с фигурой продюсера в его жизни. И мы видим, что Дима впервые на интервью начинает облизывать губы. Это обычно признак или удовольствия, или стресса. Скажи, пожалуйста, по поводу самой такой фигуры продюсерской. Вот снова губы облизывает. Я врать не буду, мне приходилось очень много. Вот говорит, врать не буду, снова это движение. Пока он был жив, это было 10 еще процентов. 7. Вот он прикусывает губы, соглашается, якобы работал за 10%, но потом оговаривается, что за 7. И это явно не реакция удовольствия. таким образом мы можем сделать вывод, что вот это его прикусывание и облизывание губ все-таки это признак стресса и признак того, что какую-то информацию он хочет удержать в себе. Теперь мы поговорим про Елену Кан. Я не очень понимаю, кто эта женщина, но очевидно, что она как-то помогла Диме. И эта часть его интервью выглядит очень мутной. Я пришел к нему с клипом, который крутился на MTV, и я его видел неоднократно. Я пришел с базой уже, не просто с улицы. Елена Кан была первой продюсером. Вот он говорил, я пришел с базой, не просто с улицы. Это говорит о том, что кто-то в него уже вложил деньги на тот момент. Ну и, соответственно, планировал отбить. Елена Кан, но она да, очень мне... Он явно сбегает вот темы про нее. Вообще не говорю никогда почему-то. Вот видите, он вроде бы хочет сказать ей слова благодарности и тут же переводит тему, тут же делает шаг назад. Вот расскажи, это очень интересно, как она появилась и вообще. но первое, кому я благодарен по жизни, это Контур Зои Николаевны. Обычно так себя ведут, когда чувствуют вину. Если вы что-то об этом знаете, напишите. Давай перейдем к Елене Кан. Как она появилась? Ну, послушай, важнее, на самом деле, в данном случае Зои Николаевны Контур. Вот он снова уходит от ответа. Но так себя не ведут, когда нечего скрывать. Я по конкурсам больше стал ездить с ней. Как вы познакомились? Кто она? Она просто была руководителем эстрадной студии. Вот потихоньку ситуация обрисовывается, что была некая Елена Кан, которая начала Диму продвигать. Она возила его по конкурсам. Они с ней где только не участвовали. Ну, очевидно, что она в это вкладывалась. Уж непонятно, чьими деньгами, своими или государственными. Но ясно одно, что семья Димы тогда этого себе позволить не могла. А потом пыталась условно встретиться, сказать, слушай, ты мне там что-то должен. Это не частная была история. Это все было под эгидой отдела культуры Кабардино-Балкарии. Похоже, что от Елены он перетек прямо к Эйзеншпису, но с ней не объяснился. Именно за это он чувствует себя виноватым, но объясняет это тем, что договоров не было. Это не частная лавочка. Вот обычно такими словами заканчиваются сделки с совестью. Мы как-то почувствовали друг друга. Теперь поговорим о Яне. Вот, мы тоже козероги, мы очень целеустремленные люди. Посмотрим, что Дима говорит о причинах сотрудничества с Яной Рудковской. Ну, во-первых, они козероги. Ей было не очень просто. Ей было не очень Козероги, но ты же понимал, что у него вообще нет опыта. Есть ли другие причины? Быть, было не очень просто тогда. Видите, снова у него вот указательный палец возле рта. Это значит, что он тщательно выбирает, что сказать. А значит, правду мы с вами так и не услышим. Ксения тоже слышит, что он уходит от ответа и мастерски делает новый заход. Хорошо, но почему ты решил не подписать, но тут на момент уже Пригожин, крутой, уже все они известные продюсеры. Мне очень понравилось, понравилось она мне. Очень понравилось, понравилось она мне. Обычно дети с такой интонацией говорят бе-бе-бе, ничего не скажу или я ребенок, я ребенок. И потом она сказала, что если мы с тобой будем работать, а тогда уже с Пригожиным мы общались. А вот, она сказала, что мы сделаем концерт памяти Юрию Азеншпису. Мы его, правда, пока не сделали. Вот этот момент один из моих любимых. Смотрите, как Дима начинает вот руками что-то перебирать. Думал, думал и придумал. Они хотели сделать концерт Азеншписа. Он даже, да, с первого раза не может это выговорить, потому что это явно какая-то фигня. Тем более, что концерт они так и не сделали. Ну, блин, поубедительнее что-то надо было. Поубедительнее. Почему вы не договорились 50 на 50? Почему в начале у тебя была меньше доли? Ну, 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 тут вы уже сами и без меня понимаете, что означает этот жест. я не помню. Возможно, возможно, это был момент еще. И вот эту фразу я не помню следует понимать, как я не скажу. Видите, он даже рот рукой закрывает. Там уже даже не пальцем уже. Вот тот самый детский жест. Я видел по делам, по отношению. То есть она давала мне абсолютно новую какую-то одежду дискварь. тогда появился, я помню, тогда это таскал. Она это уже делала. Она делом доказала, не словами. Вот уже становится понятнее. Она покупала ему брендовую одежду, других перечислений у нас нет. И потом он говорит, в общем, она делом доказала. Соответственно, сильнее всего ему запомнилась брендовая одежда. Похоже, что Диму купили. Ну, а может вообще дело в другом. Все-таки Дима Билан очень совестливый парень, которому очень важно быть хорошим. И возможно, Батурин ему напомнил, кто купил ему его первую квартиру. Я, кстати, хочу сказать спасибо. Извини, пожалуйста, Батурину Виктору Николаевичу за то, что он мне квартиру подарил. Ну, вот это еще один пример, что он все время боится выглядеть плохим для кого-то, боится кого-то обидеть. Дима в целом не говорит прямо свое мнение, а говорит только то, за что нельзя зацепиться. Надеюсь, на разборе мне удалось зацепиться хоть за что-то. Еще раз, я просто человеческое что-то увидел. Я увидел, что в этом тандеме можно что-то сотворить. Я заметила очень интересную деталь. Возможно, я не права. Давайте сейчас сделаем все вместе. Вот так вывернем руки и скажем, я что-то человеческое увидел. Да, и вот я как психолог смотрю на это вывернутые руки в сочетании вот с такой фразой про человечность. А не вывернули ли руки Диме Билану? А теперь давайте представим, как живет и что чувствует человек, который контролирует каждое свое слово, который постоянно боится выглядеть плохим перед другими, у которого такие скелеты в шкафу, что они делают его жизнь невыносимой. Да и к тому же все сложнее себя контролировать и вот уже все начинают замечать, что этот карточный домик рассыпается. Представьте и поймите, что у всего, в том числе и у звездности есть своя цена. В данном случае она вот такая, довольно высокая. Я вам обещала рассказать, где проходит грань, когда легкий бытовой алкоголизм лечить не нужно и когда следует обратиться к специалисту. Итак, когда у вас нарушается социализация, а именно ухудшаются отношения с друзьями, с семьей, или вы перестаете ходить на работу, или выполняете свои обязанности хуже, это явный признак того, что вам точно пора бить в колокол и бежать к специалисту. Ребята, пишите в комментариях, кого еще вы хотите видеть на разборах, я всегда читаю ваши комментарии. И не забывайте, основное правило канала вижу Лину, ставлю лайк. Пока-пока. Игорь Негода